Я всегда начинал со Вселенной, как все образовалось. Ну, вы читали, наверное, на Ветхе Завета, кто-то устал, там все написано ящем. И создал Бог небо и землю. Земля была безбидна и пуста, и мракна бездна. И Дух Божий носился над водой. Вот видите, вода была все-таки, а потом Бог тоже создал воду. Это спорный вопрос. Мы его рассмотрим потом. Но это все было ясно. И было ясно, что в 17 веке англиканский епископ Ашер, он внимательно изучил Ветхий Завет, все родословное Ветхого Завета, огромное, и пришел к выводу, что Земля образовалась 6 тысяч 4 года тому назад. Все было ясно. Его поправили, что это правильно, 6 тысяч 4 года, но еще, я забыл, по-моему, 4 октября в 6 часов утра. Пополудный, точный, да. Вот видите, вот это была непререкаемая цифра. И кто же сомневался в том, что Господь создал все. Вот я обычно начинал целую часть, и мне уходило на то, чтобы вам рассказать, вот как Вселенная, вообще, как все образовалось, и какое наше место во всем этом универсии. Всегда полезно знать свое место. Понимаете, а наше место вот чуть везде оказывается с краю. И в галактике с краю, и в системе с краю, и во Вселенной. Мы где-то вот с краю. Ну, куда мы денемся? Никуда. Потому что... Но когда все это возникло? Вот, понимаете, это вопрос не простой, но он и философский, он очень интересный. И о нем задумывались всегда. Когда же все-таки это все возникло? А что все? А вот все. Вот универс, Вселенная. А мы какое место в ней занимаем? Потому что если сопоставляют наше Землю с чем-то еще, то получается, что мы вообще даже не пылинка, а это какое-то мельчайшее Землю. Я даже не знаю, с чем сравнить его можно по размеру. Это полная ничтоживая Земля. Но Земля для нас все. Куда мы денемся? Поэтому мы должны знать, как Земля построена. Понимаете, мы же знаем, что Земля образовалась 4,5 миллиарда лет назад. А Вселенная образовалась, по последним данным, 13,72 миллиарда лет назад. Вселенная вся. А что до этого-то было? А ничего. А вот что значит ничего? Вот как из ничего что-то получилось? Можем. Эта проблема очень большая. Так вот, понимаете, это мы рассмотрим в следующий раз. Вот как образовалась Вселенная. Из чего она возникла? И вообще, как к этому относятся сейчас? Это вопрос, который заботит всех. И физиков, и философов, и религиозных деятелей. Это очень опасно. Но знать всем хочется. И наука дойдет, наверное, в данный момент. Тем более, благодаря той технологии и технике, которая у нас сложилась. Ведь раньше мы ничего не знали. Ну, я помню, в 1957 году мы выскакивали все, спутник летел. Я видел, он так, пораньше это было, сигналы, бип-бип-бип-бип, вот этот шарик летел. Это казалось все. Апофеоз полный, я как говорила, тебя пофиги. Так вот, это был предел мечтаний. А что у нас карты висели? Половина так пустых была. Мы не знали, как Россия построила, СССР. Мы не знали, как океаны. Это были блюдцеобразные панили. И что мы знаем сейчас? Понимаете, техника и технология настолько ушла вперед, что мне надо интересно, все-таки я, значит, когда я в 1951-м начал учиться, в 1956-м прочем, и вот за это время все настолько произошло изменение, что представить себе это просто невозможно. Так вот, ну давайте вот насчет Вселенной, насчет всего остального мы оставим этот разговор. Вот, например, мы начнем с того, где мы находимся все. Вот вы знаете, что есть галактика на личном пути. Любимый вам мелкий вы, вот этот. Это маленьких галактик. А сколько вы думаете этих вот галактик в мире? Больше ста миллионов миллиардов. Возпринять это сложно. Ну, скажите, сотни миллиардов галактик. Причем, благодаря опять технике телескопа Хаббла, который летает уже 20 лет. Вот есть магнитный снимок Хаббла, такой небольшой, прям в следующий раз покажу, небольшой кружок неба, на который 10 тысяч галактик. 10 тысяч галактик. Маленький кусочек. Это откуда снять можно? Снизу вы ничего не снимете. Горишь, у нас есть телескопы, есть, что вы можете на Москву снять. При такой загрязненности и загадованности. Ничего, в Луну-то не видно. А тем более там. А вот видите, это галактика. Она скорее не видна. Их много раз. Мы потом рассмотрим. У них есть рукава. Вот одни логарифмические, одни архимедовые. Ну, тоже не будем говорить. И вот наше место, вот там Солнце, где показано. Мы с края. В одном из этих рукавов. И вся эта система вращается один раз за 240 миллионов лет. И мы вращаемся. Мы там учимся в космическом пространстве со скоростью 30 километров в секунду. Но это мы учимся в Солнечной системе. А это все учится еще гораздо больше в скорости. А вот 240 миллионов лет в геологии, оказывается, важная цифра. Потому что это как-то влияет. Вот это вращение. Она с плюснутой галактикой. Она такая, в виде лепешки. Но это, естественно, как что-то начинает вращаться. Начинает закручиваться. По краям, вот в момент количества движения, в центре Марса. Вот считается, что в центре галактики, это так называемый балдж. Балдж, толщение. Там может быть черная дыра. Черная дыра мы тоже поговорим в следующий раз. Потому что вот такой есть знаменитый физик Холкинг. Вы его знаете, парализованный. Ну, который сидит, ну физики знают, наверное, в кресле, да. Он один из открывателей черных дыр. А вот сейчас он не закрестил. Вот я читал работу, где он приходит к выводу, что, возможно, он был не прав. Но пока черная дыра остается. Это такое место. Там такая гравитационная вот ситуация, что даже свет не может вырваться. Поэтому она и дыра черная. Он считает, что в центре галактики может быть. Ну, вот видите, просто я хотел вам показать, где мы находимся. Причем вот это расстояние все тоже маленькое. Это примерно, сколько, 200 световых лет. А световой год 9,6 на 10,12 степень километров. Помножьте туда суме и узнаем. У меня, по-моему, ждут. Да, я вам еще покажу. Вот видите. Да, вот сейчас есть. А? А. У меня такая книжка есть для геологов, изданная. Называется «Общий геологий в рисунках и фотографиях». Текста нет. Нет текста. А все главы есть. От образования Вселенной до загрязнения. И все в цвете. И это очень хорошо использовано на экзаменах. И на зачетах. Я говорю, Сидор, вот от Шротина, с Ролиза, 203. И объясните, че у нас какая вода отличается, скажем, от пресня воды. И почему? Ну и так далее. Так вот, видите, вот одна из Вселенных тоже. Селископ Хаббл. Такая же, как наша. Вот эта галактика вся. Это мы не будем рассматривать. А вот это можно. Вот понимаете, это газопылевые облака в созвездии Олеона. Их очень много разных. Такое количество снимков. Но почему это важно? Вот из одного такого облака, который по размерам, ну, десятки тысяч раз больше, чем наша вся система Солнечная. Вот мы и сформировались. Земля. И вот считается... Да, вот прозритель галактика, видите? Она, простите, сто тысяч световых лет. Вот звезды старые, молодые. И вот наше место. Где наше место? Наше место вот здесь. Опять-таки, с края. Ну ладно, вот этот Милкий Вей, он так и остается пока. А вот... Это мы будем с вами... Тоже... Вот давайте мы... Ну, все-таки надо сказать, как все это делать, иначе вам сложнее будет. Вот как вообще образовались все планеты, Солнечные системы? Вот вы знаете, что у нас раньше было 9 планет. Но несколько лет назад Плутон ликвидировали как планету в Чехии на астрономическом конгрессе и закрестили. Ликвидировали как класс. Плутон маленький, орбита у него эллиптическая и не так наклонена. И вообще его открыли американцы и его ликвидировали. Американцы до сих пор, значит, бьются, понимают, чтобы его восстановили. У нас было 9 планет, сейчас 8 станут. Но вот между Марсом и Питером есть так называемый поезд астероидов. Откуда они все к нам прилетают? Мы с вами тоже будем смотреть. Может быть, это была 10-я планета, Фаэтон. Ее назвали Фаэтон. Ну, по правилам она должна была быть так. Но между Юпитером, гигантом, с огромной гравитационной энергией, и маленьким Марсом, который в два раза меньше чем в землях. Но вот считается так. Как мы образовали все. Вот был газопулевой облак. Неважно, какого его происхождения. Это тоже мы рассмотрим через лекцию. И что-то на него воздействовало. Вот говорят, взрыв сверхновой звезды. Может быть так, а может быть и нет. Это тоже никто сказать не может. Вот видите, вот эти яркие звезды со звездами, делены на 4 сверхновых звезды. Что значит сверхновые? А у них детский возраст. Ну, миллион лет, там, 200 тысяч лет. Это вот совсем, только что разделили. Колоссальные взрывы. Проходите внизу, есть места. Есть, садитесь. И вот этот взрыв начал турбулейно закручивать этот газопулевой облак. А что в нем было тут? В нем был только водород и гелий. Кругого ничего нет. И меньше одного процента всех остальных элементов. Ведь вот что интересно, что во Вселенной, кроме тех элементов, которые есть, у нас в таблице, ничего другого нет. И не будет открыто. И никто их не открывал. Вот они все есть, и все. Другого ничего нет. А вот первые, там образовались элементы легкие. Водород, гелий, литий, бор. А остальные-то откуда? А это только когда зажгли звезды. Звезда, любая звезда, это термоядерный реактор. Сгорают протоны, протоны объединяются, получается гелий. Масса гелия меньше, чем протонов. Образуется, значит, избыток энергии, который выделяется. И вот работает формула ЕНЦ квадрат, самая знаменитая формула мира. Вот я вчера даже читал, чтобы заснуть поскорее, у меня вот такая книга. Формула ЕНЦ квадрат, только в одной форме. Страшный интерес. Ну, она как художественная книга читает. И вот начало закручиваться. Начало закручиваться и воплощаться. Еще раз говорю, раз она воплощается, значит, она вращается, вернее, вращается, воплощается. А воплощается, значит, в центре скапливается масса, а по краям увеличивается момент количества движения. Масса на квадрат раз. И вот этот процесс был очень быстрый. А вот эти красополевые частицы стали слипаться, аккретироваться. Наступило аккреция. И из них стали образовываться сгуски. И вот эти сгуски, это были будущие планеты. Вот есть такой закон очереди. Тем больше очереди, тем она быстрее растет. Вот, понимаете, если это есть такой закон. Вот так и здесь. Чем больше этот комок был, тем он быстрее рос. А что к нему прирастало? А прирастало еще обломки слипшиеся. Сначала маленькие, потом побольше. Эти обломки называются планетезимали. Вот не планету, а планетезимали. От супер микронных до размера в тысячу километров. Скажем. И все, вот есть много компьютерных вариаций, как показано, как все это вот так. Вместе. И образовалась Земля. И вот самое интересное, что на этот процесс, вот с каждым годом исследований, все время относятся меньше и меньше времени. Ну, раньше думали сотни миллионов лет, теперь гораздо меньше ста миллионов лет. Этот процесс был очень быстрый. И, наконец, образовалась Земля, планета. И вот, ну, возникли, вернее, все планеты. Нас сейчас интересует Земля. Но вопрос заключается еще в том, что мы не можем обойти Луну. Вот мы будем потом рассматривать Луна в Солнечной системе во внутренних планетах. Ну, вы знаете, что есть планеты внутренние. Меркурия, Венера, Земля, Марс. И только у Земли есть Луна. И есть у Марса два спутника. Страх и ужас. Фобос и Дейвис. Маленькие. Все. Больше у нас спутников нет. А вот у внешних планет, гигантов газовых, Сатурна, то есть Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, там по 67 спутников у каждого есть. А у Сатурна еще Хольца, а в Хольцах сидят свои спутники, маленькие. Это совсем иной мир. Мы говорим о наших планетах и о Земле. Ну, Земля образовалась быстро. Изотопными методами, методами определения абсолютного возраста установлено, что и метеориты, и порода с Луны, а мы с Луны имеем и новый пород. Все время наши луноходы туда сели, собрали, по-моему, несколько грамм этих пород. Вот с поверхности они были доставлены, хранили всегда вот институт геохимии, знаете, желтое здание, Налейская гора, вот рядом здесь, милиция их там охранялась. Ну, потом американцы еще вот тут собрали вот 30, наверное, не означает, там у нас там несколько грамм было, ну, не важно, одно и то же, изучили. И все стало ясно, метеориты падают, да, Челябинский вот упал на нашу радость, вы знаете, возраст один и тот же, 4,5-4,6 миллиарда лет. Вот время образования Земли, которое уже спермировалось. И вот считается, что когда Земля уже была прокритирована, вот она вся, так говорят, слиплась, по Земле что-то вдарило. А что вдарило? Вот называют мифическую планету Тея. Вот эта планета, неизвестная, откуда она взялась, по размерам с Марс, она ударила по Земле, по Земле, и из Земли выбросился кусок большой, и образовалась Луна. Но это один из вариантов. Есть 4 гипотезы образования Луны. Но в настоящее время все спроются к такому воздействию, как вот удар. Удар. Вообще удар много значит по планетам. Ну, например, вот понимаете, все планеты, вы знаете, что они вращаются в одну сторону. Крутятся по обитам и в одну сторону. А вот Венера в другую сторону. Как вы думаете, почему? Я всегда отвечаю так, женщины. Как говорили в Ванецке, а мы не взяли рано. Вот так и Венера, все в одну сторону, в другую. Почему? Этого никто не знает. Но говорят тоже, что на замесе существования что-то по ней ударило. Ну, правда, Врана тоже лежит на боку. О нем как-то меньше говорят. А вот о Венере, Венера, да, это не объяснено. И никто не знает почему. Гипотез много у всех. Ну, образовалась Земля. Мы исходим из этого. Значит, ну, вы все знаете, что Земля вроде имеет форму шара. На самом деле, это не шар совсем. У вас в школе как-то остатков и не было. Была у кого? Ну, вот единица. Раньше у всех было. Сейчас ничего не знаю. Сейчас я прочел. Три главных предмета в школе. Физкультура, ОБЖ и Россия в мире. Физика, математика, литература тоже. Это все второстепенные предметы. Особенно ОБЖ. Это, конечно, самое важное. Ну, вот, понимаете, сформировалась она. Но она же вращается. Значит, любое вращающееся тело, оно все-таки сплющилось. И у нас Земля сплющилась. Значит, радиус северный, он меньше, чем радиус экваториальный. Это тоже понятно. И всегда Землю описывали. Вот элипсоид. Понимаете, это тоже понятно. Его вычисляли долго. У нас есть элипсоид Красовского. Красовский был такой геодезист. Ну, астроном геодезист. Он много лет на основании, ну, всяких данных, вычислял вот этот элипсоид Красовского. Теперь же с помощью спутников это делается чуть не каждый день. И все-таки выяснили, что Земля-то не сколько элипсоидов, а это все-таки две оси, а сфероидов, три оси. Потому что экваториальная вот эта одна, она, по-моему, на 48 метров меньше. Значит, но это тоже не миротворяло у нас. И тогда вели понятие геоида. Гея, кто такая геоид? Богиня Земли. Говорит. История была в школе? Была. Вот, и назвали эту форму геоидов, землеподобной. И вот Земля оказалась вот такой, как обкусанная яблоко. Она не круглая. Но это утрировано, конечно. На самом-то деле она, ну, меньше. Ну, вот смотрите, вот это реальная схема поверхности геоидов. Вот это плюс, значит, а вот синяя минус. Вот, например, цельло, вот здесь. Ну, сейчас не все равно, а Шри-Ланка, 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 но не важно. Чай-то, все равно. Вот здесь примерно минус 100 метров, даже больше. То есть, вот давайте, если мы океан весь превратим в ртуть, вот ртуть ни волнения, ни течения, ничего не будет. Вот вся поверхность с океаном будет неподвижна. И продолжим эту поверхность на континент, то мы увидим, что в океане там ланировка, вот, скажем, в Сомали, вот здесь, она выше на 100 метров, чем районные Шри-Ланки, поверхность океана. То есть, в принципе, вы можете сесть в лодке у Сомали и спуститься по наклону туда. Ну, не спуститесь, понятно, но наклон-то есть. А вот в районе Исландии поднято на 50 метров. И вот Земля, представляете, она вся мугристая. Ну, вот видите, вот такой формы. Вот видите, вот спероид, вот геоид, и вот реальная Земля. Ну, это, конечно, утрированно все. Но, тем не менее, помните, что Земля, это не такой гладкий шар. Если бы это была жидкость, она была бы гибростатическая, поравновешенную полку. Вот Луна круглая, а вот Земля не круглая. Она вот такая. И это очень важно. Почему? Потому что эта форма связана с теми массами, которые распределены в Земле. Они не так распределены, как... Ну, они симметричны, что ли. И это очень влияет. И это влияет на гравитационные карты все. Гравитационные аномалии, ну, силы тяжести, она же разная. Вот есть поле общее, а есть аномалии силы тяжести. Не даже гравитационные карты в геологии, они всегда секретные. Сейчас секретные. Почему? Вы ни одну ракету не запустите куда-нибудь, пока не учтете эти аномалии. Все гравитационные. А они не везде сохраняются постоянными, всегда. Вот вы не запустите ракету из Плесенска на Камчатку 9000 километров, которые попадают в круг 10 метров. 10 метров. 9000 километров. Если вы не учете поправки вот здесь. И вот это все время, вот гравитация, она важна. И гравитационные аномалии, именно гравитационные аномалии. Чем порода легче, значит, аномалии меньше. Чем порода плотнее, тем аномалии будут больше. И вот эти карты поверхности геоида, они делаются все время. Они меняются, поэтому они очень важны. А важно вот что, значит, вот Земля. Мы на ней живем. Мы должны знать, что на ней все происходит. Это что, мертвое тело? Это как Меркурий, который давно умер уже. Почему? Он ближе всего к Солнцу. На Солнечной стороне там плюс 170, на другой стороне минус 180 и так далее. Весь у нас взрыв кратерами. А вот вот кратеры. А вот те планетиземалии, которые исчерпывались, они падали, падали. А там ничего нет, атмосферы нет, все и сохранено. А вот на Земле вещь и на них. Вот понимаете, мы поверхность знаем. Геологи, мы изучаем поверхность Земли. Ибо все полезные ископаемые, мы их черпаем оттуда. И ведь вот что интересно. Вот понимаете, у нас ВВП, я имею в виду, это не кого-то, а что-то. Вот доход весь наш. 80% это геология дает. Немножко дает теревесина, которую мы продаем, я не выделил за гроши. И немножко дает металла. Немножко. Все остальное это не газ и уголь. А другого ничего нет. Никаких ноу-хау у нас нет. Насколько я понимаю, Чубайс своей нанотехнологией еще ничего не выдал. Кроме школьных планшетов за 16 тысяч, которые 15-летней давности у корейства взяли. Другого ничего нет. Что продавать-то мы будем? Только нефть и газ. Поэтому такой ажиотаж сейчас с Арктикой, с Антарктикой. Арктику уже поделили, хотя закона нет. Вот недавно в газете я сделал карту даже. Вот так уголочками поделили всю Арктику. Канаду до Северного полюса, Дании до Северного полюса. Мы, Америка, Норвегия. И все хотят вот кусок иметь. Почему? Это нефть и газ. Другого пути нет. Все, что у нас в суше, уже все открыто почти. Когда нефть кончится? Разные есть мнения. Кто говорит, 20-й год, кто говорит, уже на спад пошло. Угля много. Но, понимаете, углем оттопить, экологи встанут, надо будет лучше. Но действительно серые и так далее. Но это вообще другие проблемы. Но геология дает вот 80% ВВП. Вот дает. К сожалению, она не фаворит сейчас. Сейчас, конечно, фаворит менеджмент, там еще. Нучка у меня вручится на менеджмент. Говорит, чем ты будешь управлять? Чем-нибудь. Я говорю, а кто будет делать то, чем ты будешь управлять? Это вроде не моя забота. Вот так и получается. Поэтому Землю надо изучать. И надо представлять, что у нас... Вот живет она или она мертвая? Какая же она мертвая? Когда вот только что в Индонезии извержение вулкана Керут. Сколько там эвакуировано, сколько-то погибло. Землетрясения каждый день иногда сильные. Наша Земля утражит вся. То в одном, то в другом месте цунами. То же из землетрясения. Слово цунами, кстати, по-японски два аэробика. Это означает... По-русски переводится так. Большая волна в мелком заливе. Но это вот тоже... Когда землетрясение будем рассматривать, наиболее впечатляюще. Я вам покажу фильм. Мне японцы подарили вот этому землетрясению. Это Фоку. Ну, Фукусиму. Которое было в 11-м году. Там волна-то была небольшая. 14 метров. Ну, это... Высшие фонари. Вот такая волна. А вот самая большая волна зарегистрирована. Вы не поверите. 537 метров. Это Старпинская машина. Вот представьте себе. Как говорят, рядовой Иванов. Даю угодно. На вас идет волна. 500 метров. Ваши действия. И что? Ничего. И такая волна на Аляске зарегистрирована была. Ну, там гора упала. Вот уже землетрясение. Волна поднялась. Но не только там землетрясение. В таких районах, которые мы знаем. Будем их рассматривать. Вокруг Тихого океана. Великое Огненное кольцо. Там и был кардный землетрясение. Но и здесь бывали. Вот несколько лет назад на Монечной площади был землетрясение. Три балла. Вы, наверное, помните? Там был натурис такой, в виде спичечного коробка. Сдали. Может, кто-нибудь помнит? Такой мячбокс. В смысле, спичечная коробка. Она качалась. Там паника была даже. Почему? Потом выяснили. Построили этот подземный охотный ряк. Комплекс. Выбрали оттуда грунт. Нарушили традиционное равновесие. И земля выбрала льдов. Она выровняла его. Раз. И произошло землетрясение. Понимаете? Оно бывает и на равнинах. Вот в районе Камы. Вдруг пошли землетрясения. Ну, как это? Вот Камаз это делают. В каком городе? Камаз. Земля вырабатывает нарушенная гравитационная равновесие. Ну, и так далее. То есть, из всего этого можно... Какой вывод сделать? Земля живая. Мы не будем пока говорить о том, что там внутри. Но она живая. Она живет и дрожит все время. И дрожит. Есть такие сейсмополебания, которые непрерывно они идут. А землетрясения каждую секунду, я не знаю, вместо десяти. Но одни слабые, другие сильные. Вот. Это что же надо изучать? Я уж не говорю о глобальном утеплении, о ледниках. Мы коснемся этого. Немного, но коснемся. Потому что... Вот, пожалуйста. Я в эту зиму один росток на лыжи встал. Я на лыжи встал. Не ешь. Даже полку мы нашу кафедру выигрывали. Два года. А здесь же потравили. Это глобальное утепление или нет? Будет еще холодать или не будет? Неясно. А уровень океана получается. Каждый год на 2-3 миллиметра. И что будет? А уровень сейчас затопило. Низины все. А она же почти на нуле. Галактика на нуле. Там все ниже уровень моря. Аэродромский пол в Амстердаме. Самый крупный. Один из самых крупных в Европе. После фрагментов. На 6 метров ниже уровня моря. Провердам. И куда садитесь на самолете? Обратно вращаются. Откуда вы вылетели? Вот это все проблемы. И это надо изучать. Поэтому все и пытаются, геологии и геофизики, узнать. А что же там внутри-то? Как там работает что-то или нет? А как это узнать? Когда самая глубокая скважина на земле у нас под Мурманском прошла 12 километров 226 метров. Ее, это еще в эти неблагословенные времена, когда деньги были, набурили. 15 километров проектная мощность. Но пробурили вот 12 километров и 200 метров. Началась перестройка. Деньги кончились. Скважину остановили. Сейчас все разграблено. Там ничего нет. Уникальный был объект. Уникальный материал был получше. Жалко это все, конечно. Но я должен сказать, что пробурить скважину 15 километров не менее сложно, чем спутник послать. Это очень непростая проблема. Ну, вы знаете, как бурят скважину? Строят вышку. Для чего вышку строят? Что вы вот прогурили? Там есть твердая порода, алмазный бур. Значит, такая вот шарушка. Ну, как шестеренки. У них паяние алмазы. Ну, не чистой воды, а технической. Они бурят, бурят, прогурили 2 метра. Вынули от кем из трубы. Подвинтили ногу. Для этого надо поднять ее. Опять бурят. Бурят, бурят, бурят. Дошли до такого уровня, что у вас сквозь трубы не выдерживают собственного веса. Они рвутся. Они не могут выдерживать. 10 километров. Все разорвется. Поэтому это специальные методы. Очень сложная проблема. Жалко, что не добурили все на это. Но тем не менее, выявлены были очень интересные вещи. Вот смотри, 12 километров, а радиус Земли 6,370 километров. И мы знаем все, что находится внутри Земли. Вот знаем. Каким образом мы это знаем? Вот это очень важно. Мы знаем одним, но косвенными методами. Все. Самый главный метод – это сейсмологический. Который… Значит, у меня будет ручей. Ну, то же самое есть. Видите, и здесь, и тут. Вот там. Ну, вот это. Значит. Вот я вступнул по столу. В столе возникают деформационные волны, объемные. Вот сильней ступят. Волны будут сильнее. Я вот поставлю сейсмоприемник вот на том конце. И он уловит эти волны. Колебания в этом столе. Понимаете? Если я разбегусь и вот головой о стенку ударю, ну, головой не будет, а волна пойдет. Понимаете? Вот поэтому любое землетрясение, любой промышленный взрыв, любой подземный ядерный взрыв, который все пользуются, Все это оказывало, значит, значит, оказывало влияние на прохождение сейсмических полок. И их надо было уловить. Вот для этого в прошлом веке еще русский князь, он же геопезик Галийцев, изобрел сейсмоград. Очень простой прибор-то, в общем. Он состоял из катушки одной. Значит, вот если вы... Нет, сейчас много. Нет, наверное. Приделаете к нему там, ну, перочка, вот перо. Вот барабан вращается, а у вас начинается вот землетрясение, пришла волна снизу. Значит, вот перо будет вотчертить у вас такую диаграмму. Если волна пришла сбоку, она будет так вотчертить. Ну, это был примитив, но сейчас-то это все сделано компьютерно, все, навороченные такие. Лихо не поймешь ничего там. Сейчас я хотел показать, есть тут или нет. Один, но в 124-м году в Китае один ученый, Джармит, изобрел сейсмоград. Вот смотрите, это 124-й год нашей эры. Вот такой мер, где я Китае его оригинал увидел. У меня есть копия его. Могу вам даже показать, принести. У меня, ну, несколько лет назад был такой случай, пришел китаец и говорит, хочу вам сдать. Я говорю, что? Я улыблю. Я говорю, я вас первый раз вижу. А вы что, знаете, как я улыблю? Он говорит, ни сего. Я ему три поставил, он радостный ушел. А через полгода он мне привез такую копию. Советский его заел, я его не просил. Но привез. Смотрите, медный такой. Их, они разные есть. Вот такой вот размер. Там две палки медные, они ходят. Ну, как маленькие. Здесь драконы. В пасте драконы нефритовые шарики. А здесь лягушки с открытым ртом. Но вот когда землетрясение случится, скажем, вот там, волна идет, вот этот штифт ударит по стенке, и шарик выпадет в эту лягушку. Они говорят, землетрясение было там. Но это две тысячи лет назад. Теперь же все по-другому. И мы знаем, как проходят все эти волны. А волны бывают четырех видов. Вот есть объемные волны. Вот продольные поперечные. Вот это самое главное. Ну, продольная волна, понятно. Ну, как гармошка. Так, так, так. Волна идет сюда. Жальте растяжение. Жальте растяжение. А поперечная волна. Когда волна идет сюда, а колебания поперек волны. А есть еще поверхностные волны. Тут нет. Нет, вот есть. Вот эти. Ляда и Рылея. Ну, Ляда это когда волна сюда, колебания вот так и будет. А Рылея, ну, это вы камень бросаете в воду. У вас волна-то есть, но частицы-то не перемещаются. Я без перерыва буду раньше его сомнущить. И вот эти все волны одновременно возникают. И вот эту какафонию волн надо уловить. А ведь эти волны все, они пронизывают всю землю. Вот почему такая была, я вот помню, в 60-е годы, такая была спецопляска вокруг подземных ядерных взрывов. Мы говорили, что американцы скрывают, а мы говорили, что не скрывают. Ну, и они говорили, и вы говорили. Все, а как определить? Можно ли это засечь? А потом выяснили, что все можно. Даже любой взрыв на карьере, вот где будет карьер, вы не можете скрыть. Он будет защищен точно. У нас большой сейсмический центр в Олминске, под Москвой. Там сейсмографы заглублены, бетонные такие колодцы, все. Там все фиксируют. Любое сейсмотрясение в любой точке мира. И во всем мире так же. То есть скрыть ничего нельзя. И вот, когда волны эти проходят через землю, их улавливают, и получают сейсмограмму. Ну, вот сейсмограмма, ну, кто-нибудь кардиограмму делал, то же самое. Я вот, как лежал в больнице, ну, один раз там участвовал, и мне делали это, я ее научился, очень легко читать, даже как сейсмограмма. Откуда вы знаете? Я говорю, я фиксирую на это знаю. То же самое. Вот видите, когда эти волны идут все, то мы их улавливаем. И что получается? Вот посмотрите на правый верхний снимок. Значит, вот волна P. Почему она называется P? Primary. Первичная. Она самая скоростная. Продольная волна самая скоростная. А вот синяя, это волна S, secondary. Она менее скоростная. Она приходит в таранг. А вот дальше там, а других не надо. Здесь вот поверхностные волны, на поверхности. Но представьте себе землетрясение, любое. Вот в Японии, это вот Тахок, Фукусима, которое было, оно было на глубине всего километров 30. Здесь было чатки по центру. Значит, одновременно практически пришли продольные волны, поперечные, лявые, левые. Вот такая каша. Значит, что делает продольная волна? Она, продольная волна у вас выдерживает. Вот, скажем, стоит здание. Волна вытянула фундамент. Ну, не фундамент, а у субстрата, в котором стоит здание. Тут же пришла поперечная волна. Она еще подголовек. И что выяснили? Создание, сами понимаете. А вот, поверхностные волны, вот, скажем, лява, они могут раскачивать. Вот я вам покажу фильмы, там, в Токио, в это время, не воскребы, а 40-50 этажей. Они вот так ходили все, но они не падали. Они устроят, скажем, воруют меч, Вот они, вот, наклонялись, но не падали. И это тоже интересно. Я был в Тайбе, на Тайване, там читал лекции тоже. И вот жил в гостинице на 7 этаже. Значит, утром в 7 утра, смотрю, пол поехала, кровать все. Я думаю, выбегать, а спать-то хочется. подожду. Все, прошло. А рядом стоит башня, они очень гордятся. 508 метров, как Останковская. Офисная башня. Вот такие кубики, вот так сложены, вот так. Я говорю, ну, если я-то качался, а они, да, они, 3,5 метра ходят. Я говорю, приятно работать в офисе, чтобы... А у них землетрясение каждый день. Чтобы вот так ходило все вот это. Но никогда не упадут. Ну, они уверяют, пытаются. Хорошо построили. Может, может, пока не упало, а там были сильные землетрясения. И вот, в силу этого кафонного волн, когда появились сейсмографы, все стали излучать. И мы получили такую картину. Вот смотрите. Значит, волна, мы не будем говорить даже о скоростях. Вот она начинает, скорость небольшая у поверхности. Потом она увеличивается, увеличивается, растет почти до 14 км в секунду. И на глубине 2 900 вдруг резкий обрыв. Весь карпатный скорость. 2 900. А потом она снова повышается и на рубеже. Ну, не важно. На рубеже вот 5 100 снова небольшой скачет. Вот, меняется. Значит, чем более плотная порода, тем скорость больше. Это понятно. Значит, вот возрастает, возрастает и вдруг резко падает. А вот волна секундерри, вторичная, она медленно не растет. Но самое интересное, что на рубеже 5 100, то есть 2 900, она вообще исчезает. Ее нет. И появляется только на рубеже значит, 5 100, ну, 5 120. Но спрашивают иногда, ну, если она исчезла, как же она появится? Да. Ну, это и есть геофизический метод обмена форм. Это можно доказать, это действительно так. Вот это надо как-то объяснять. Значит, вот, мы ничего не знаем, что внутри Земли, но мы знаем такие скорости. Мы знаем, с какой, ну, как, примерно, увеличивается плотность Земли. Вот средняя плотность Земли 5,52. Ну, 5,52 грамма в меньших сантиметрах. А вот все породы, которые на поверхности у нас имеют, плотность 2,6, 2,5, 2,7, 2,2. Ну, вот у соли там, 2,1. И все. А тут же 5,5. Для того, чтобы это сбалансировать, нам надо представить, что внутри Земли порой очень плотность. И там действительно плотность большая. Падут метеориты, железные метеориты. Вот, метеорит 47-го года психотаритный. Хороший метеорит упал, воронок много, там, сколько, тонн собрали, обломок железный. Какая плотность? 10,7. Плотность. Значит, наверное, внутри-то там что-то есть такое, железный, может быть. Это вот такие идеи были. Теперь, мы знаем минералы. Вот, минералы все имеют кристаллического решения. Ну, вы знаете, что вот алмаз и вот карандаш это одно и то же вещество. Это графит. Углевый. И почему же алмазы мы режем в стекло, самое твердое, по шкале мороза алмаз имеет твердость 10. Выше твердости не бывает. Вроде бы. А вот графит пишет. Кристаллическое решетное. У графита славистое, у алмаза она такая кубическая. И ничего вы не сделаете. Значит, и тут минералы как-то меняются. И вот когда стали эти все волны изучать многократно, то построили модель Земли. Причем не надо думать, что это вот фикция такая. Вот многие говорят, ну что мы придумали все? А может по-другому все? А потому что вот есть данные и они не позволяют шаг влево, шаг влево, шаг влево, шаг влево, Принадленность к побегу. Вы не можете ничего другого сделать. Да, плотность такая. При такой плотности имеется, скажем, ну там бета-оливи или линго-тип-минерал. И другого быть не может. Не может. Вот кварц обычный, а есть кварц еще стишабит, у него другая решетка, а есть еще каиси, там более плотно. Значит, сверху вниз у вас меняются минералы, их структура. И так доходит вот до рубежа 2-90. Но что самое интересное? Самое интересное вот это исчезновение поперечной волны. Самая простая, что поперечная волна имеет формулу кори-квадратный мю, деленную на рог. Что такое мю? Это модуль сдвига. А рог это плотность. Вам из физики известно, как ведет себя модуль сдвига в жидкости и в газе. Из школы известно, что модуль сдвига в жидкости и в газе равен млю. Но не может быть в газе сдвига. вот. Значит, если поперечная волна не проходит между 2-900 и 5-100, значит, там что-то имеющее свойство либо жидкости, газа. Но газа там не может быть земля, все-таки природа не любит пустоты, что при том давлении, которое есть, у нас там было пусто. А что там есть? А там есть какое-то вещество, которое обладает свойствами жидкости. Но там не может быть булька еще чайник. Нет. Там блокность большая, а вот вещество имеет свойство жидкости. А потом вдруг появляется снова волна. там твердое вещество. И вот понимаете, благодаря всему этому вот эта картинка, которую в свое время еще давно сделал буллин такой американец, это они сделали Джейферс и другие, вот она до сегодняшнего дня, она уточняется все время. Но земля становится похожа на качан капусты. Вот есть сфера. Ну представьте, что листы на капусте или там яблок или что вот есть поверхностная пленочка. Это кожура у нас земная карта, которая имеет мощность в среднем 35-40 километров. Но изменяется в океанах 5-10, а вот под поверхностью 70-75. Но не более. Значит 75,5. Вот размах радио Земли 6371. Это значит сколько процентов будет. ну неважно мало скажем так считать. Я забыл подсчитывал кольца. Но доля процента. Значит там чаще пленок на поверхности земли. Это земная карта. И мы на ней живем. И все полезные скопали идут отсюда. Мало того, нефть и газ идет ни снизу земной горы, ни с 35 километров. А нижи пяти то ее нет. в Чечне была раньше самая глубокая скважина Андреевская с нефтью пять километров. Но теперь в Баку качают семи даже километров. Но выше. Но не глубже десяти. Это гора. А дальше что? А дальше идет вся вот эта часть до 2900 называется мантия. Мантия земли. И раньше считали, что это мантия одно тело. А дальше что? А дальше вот идет ядро. И причем было выяснено, что сначала выделили ядро как таковое, а потом в 1934 году Лемон, это женщина Геф извиняня, выделила внутреннее ядро. И вот выяснилось, что внутреннее ядро ядрошко маленькое имеет свойство твердого тела, а внешнее ядро имеет свойство жидкого тела. И это для нас очень важно. Почему важно? А вот магнитного поля бы не было без этого жидкого ядра. Ведь вот мы живем все в магнитном поле. Все. Поле очень маленькое, по напряженности 0,5 раз не больше. Но оно есть. И оно появилось 3,5 миллиарда лет назад. Это мы знаем. И вот спрашивается как оно возникло? Вот это никто не знает. Есть долгий поле. И все пользуемся. Из магнитного поля что мы делали? Никуда бы не летали, не плавали и так далее. Но магнитное поле возношное в другом смысле. Оно содерживает губительную солнечную капуску и солнечный ветер. Это мы рассмотрим потом с вами. Значит каждое непрерывно солнце излучает ионизованный газ, плазму, электроны, протоны они летят не так быстро, но 40 километров в секунду. А вот бывает солнечка на тысячи километров, 1200 взрывы. А у нас магнитное поле, и она стороны солнца сплющена все. На нее давит ветер. И при сильных взрывах пробьет. И тогда на земле катастрофа. Но вы не помните в каком-то 67-ом году или 65-ом Канада. Половина Канады оказалась выключена электричеством. Все вырубилось. Все станции, связь, все. Сильное магнитное буря было. И а что делать космонавты, а что делать? Кто летит в это время? Это все очень непросто. И мы все живем в магнитном поле с вами. Даже мы все вот у нас электроциты. Ну может слышишь что такое электроциты. крови такие лепешки. Красные кровиные. Че не знаю. Ну что вы смеялись? Вы биолог? Ну вы твои биолог. А я не могу по-другому. Я правильно сказал? Ну приблизительно. В них много железа. И вот мне объясняли так, что сильное магнитное буря может влиять на электронилов и пас. И они спекнут сурить пожалуйста инфаркт инсульт. Может и так быть. Не только закупываются сосудом, бляшкой или что-нибудь. Вот понимаете, все птицы и рыбы, они плавают, но рыбы летят. Нет. Рыбы плавают. Ну ошибся, все бывает. Рыбы плавают, птички летят. И все по селам и Ленин летят. Вот была с биофага, я читал эту работу, аспиранту, по публикумам, очень интересно. Как птицы ориентируются вообще? Почему луки там летят с севера на юг и зимой где-то в Африке? И нормально все летят? А у них какая-то в голове есть такой шар искромистого железа, который влияет так, чтобы если они летят на юг, то у них какая-то одна часть там рисунки была темная. Вот летят на юг, а если на севере это было темно. Поэтому они ночью спят, они не видят и не летят, а летят днем. Я читал даже муравьи. На муравьиной куче это не проволновское движение. Они тоже по силовому мнению беспорядочны, но ползают так. Так что это все влияет. А куда порог велос? Вот из-за этого ядра очевидно внешнего. Почему? Вот сомглии магнитное гидродинамо. Ну такое предположение. Есть такой японец с хорошей фамилией Рикет Рикет Така. Я почему всегда хочу сказать Рикет и Китая. В детстве читал. Так вот это Рикет Таки значит ну как любая динамо машина есть статер есть ротор есть начальный электрический ток слава вращается магнитное поле значит если внешнее ядро что-то в нем движется то мантия твердая и внутреннее ядро твердая это вызывает то магнитное поле которое мы имеем а вот на Меркурии его нету и на Минере его нету значит они мертвые уже планеты на Марсе очень славненькое поле мощное поле на Юпитере но там совершенно иные источники вот понимаете насколько связана вот такая простая вещь как строение земли и со всеми процессами а вот у нас вот сотрясают извергаются вулканы все это откуда все это происходит а это только из самой верхней части коры и немного из верхней мантии которая называется литосфера литос это камень раньше была литография ведь раньше книжки рисунки не рисовали а вырезали на камне литографском потом печатали вот литосфера это кора и верхняя часть мантии твердое вещество а вот ниже них имеется слой вот такой серенький здесь вот это очень удивительный слой у него пониженной скорости продольных и поперечных могут значит свойства изменились а что значит пониженная скорость значит вязкость меньше а за счет чего вязкость меньше мы видим температуру выше и вот по расчету в этом слое может быть этот слой может быть подплавлен на 2-4% и вот оказалось что он крайне важен для геологии вот мы с вами будем рассматривать новую геологическую парадигму идею ну парадигмы это не идея теория тектоника литосферных плит и вот это вот этот слой который назвали астеносферы астеносферы ослабленный астерик вот вы в весенней сессии все думаете астерик и ослабленный знание которое мы должны выразить все вот такой слой и он как смазка по которому литосферная плита может двигаться вот он тоже очень важный а ведь он тоже не был известен его не так давно открыли этот слой тоже был благодаря сиспийским методом седа а вот дальше послали понимаете но есть еще одна граница или не одна здесь я все пытаюсь думаю что верно вот желтенький слой он тоже не такой однородный там есть граница 410 и так далее а вот 600 60 670 это очень важная граница очень важно и она чем больше ее изучают тем она все более резкая становится сначала было там 50 километров 100 потом 20 30 сейчас вообще 6 километров даже меньше очень четкая граница резкий скачок сиспийский хор и резкое изменение состава фазовый перепход минералов и это очень важно границ потом мы с вами это рассмотрим тоже а дальше пошла уже нижняя мантия вот раньше была она нижняя мантия а теперь и она разделена значит она тоже расслойна и вот это расслойность она все время выявляется больше но пошли дальше вот на границе внешнего ядра имеющего свойство живости нашли слой который называется д-дабл правил он д-два а потом выделили еще д-нет штрих вот это не них не мантия и не внешнее ядро а вот особый слой и он очень важен именно из него из этого слоя по-видимому образуются подъемы мантийного вещества поверхности земли который называется плюма ну плюмашка вы знаете на кивере у гусара была метелочка или раньше дамы носили с плюмашкой шапки но до 17-го года сейчас как-то не носит из перьев и другие вот плюм это более нагретая мантия которая поднимается с какой скоростью сантиметром в год вот помножьте 2 900 километров на сантиметр получится примерно 300 миллионов лет ну уменьшите не 2 900 2 700 возьмите там на поправке на все вот 200 с лишним миллионов лет для геологии это очень важная вещь мало того что у нас все круто вокруг центра галактики примерно за это же время так еще и эти плюмы они тоже поднимаются вверх с такой скорость ну хорошо поднялись а дальше с ними что а дальше они растекаются под коров и уходят вниз и достигают опять этого слоя и этот процесс это сотни миллионов лет а в геологии не только миллионами это и мыслили другими не мыслили никакими вот понимаете насколько все это вместе связано и вот это очень важный процесс и вот в конце концов вот вы видите землю ну так вот если немножко сделать более подробное посмотрите но ведь выше земной коры есть еще сферы которые мы тоже изучаем вот есть скажем есть гидросфера но вода мы все знаем есть кривосфера это зона так называемой вечной мерзлоты но слово вечно так называют и вечным это не бывает я как студент спросил когда возникла вечная мерзлота он мне сказал вечная мерзлота существовала вечная я говорю один дом вашу пользу это меня называют криволитозона значит зона многолетних мерзлых порогов видите зона в Якутске 600 метров на Колыме северная 900 метров мерзлые породы а у нас южные республики от нас отпали поэтому у нас я не знаю 70 процентов 65 процентов сейчас многоэтни мерзлые породы а на них ничего строить нельзя это не даром на Дорильск сейчас валится теплее все фундамент там же нельзя фундамент построить в этой зоне как мы строим выкопали положили фундамент все протает все рухнет тут же поэтому как строить на севере будет сварь которые пройдут оттаивающий слой уйдут в зону многолетних мерзлых подпорол а под первым этажом и землей должно быть пространство пустой чтобы воздух ходил иначе все разбавится так и сейчас стали разбавиться вот эти кривосферы а дальше идет у нас ну атмосфера я уж тут видите она делится на вот пропосферу стратосферу мезосферу термосферу вот очень важный ионосфер радиосвязи бы не было у нас есть то есть наоборот только волновая связь и вот верхняя граница атмосферы это тысячи километров но это не значит что у вас там есть что-то там может отдельный вот молекулы только но тем не менее они есть и вот смотрите вот верхние экзосферы и внутренние сферы земли и все это взаимодействие и вот они между собой вот это взаимодействие сейчас это краеугольный камень вообще и нашей науки геологической тут у меня даже на пятом курсе есть такой курс и книжка есть взаимодействие геосферы или планета земля от ядра до ионосферы а почему внешняя сфера ваша вот озоновый слой на высоте 20 километров примерно 20-25 что такое озон кислород внутри почему он ваш слой-то тоненький если его сконцентрировать 1-2 сантиметра будет всего но не было бы озона не сидели мы с вами здесь потому что ультрафиолет и рентгеновское излучение солнца убило бы нас в теме а озон есть почему все встрепенулись когда в литературе было бы с кого не литературе а прессе а озоновые дыры в 76-м году американский высотный самолет над Антарктидой открыл озоновую дыру мол дыра значит все гибнет и вот поднялся шум много очень спекуляций было особенно спекуляция я читал ну вы знаете был кандидат президента Америки Гор он был ист-президент и он написал книгу вот об экологии все там а потому что озон разрушается хлор в торм угородах а что такое хлор в торм угородах это фреон в холодильниках и все вот эти то что убрызгивают лучшая часть этой группы пользуются все время вот эти лучшие не худшие ребята а лучшие часть у вас у всех есть эти брызгуты а у них все эти флорку углерода были и запретили сейчас фреон чем-то заменили в холодильниках чисто политическая акция значит кто-то выиграл из производителя а кто-то пошел помер или изменил свою продукцию а потом выяснилось что ничего страшного то нет они то появляются то еще у нас в Сибири все время озон зимой над Сибири где холодно ну где комфортная температура там минус 30 градусов там дыра есть и сейчас она там есть то есть дыра озон то есть на сколько процентов уменьшается значит озон играет вот помните озон влияет на землю почему жирность до 500 миллионов лет вся была в океане там жирности не было вообще ну была можно рассмотреть это а потому что нельзя было выйти на суше не было зонов слоя а не было кислорода а откуда кислород взялся а фотосильтез а откуда фотосильтез какие-то водоросы выиграли прокариоты 2,8 3 миллиарда лет они появились но им было мало и вот все это связано вот понимаете вот вся эта такая вязь и она определяет развитие земли но это вот есть внешняя сфера вот внешняя сила а есть сила внутренняя но не только это но и оказывается и космическое пространство на нас влияет я не буду говорить о метеоритах мы отдельно рассмотрим они падают падают и будут падать всегда вот в девятнадцатом году вроде может упасть 800 метров на нас офис такой хороший в тридцать девятом году ну мне все равно оно интересно куда он упадет понимаете они же были всегда и мы знаем примерно ну на сегодняшний недель 660 670 астроблем астроблем это звездная рама астроблем снова метеоритные кратеры а есть кратеры диаметре 200 километров а в кратерах алмазов полно у нас на севере вот если вы знаете где анабарский выставок ну если где север знаете вот здесь красный треугольничек а вверху красного треугольничка желтый кружочек вот этот желтый кружочек побегайский кратер 37 миллионов лет назад упал метеорит размером примерно километров 10-12 и там огромное количество алмазов но алмазов плохих не таких куда представить они пластинчатые и ну серые такие но их очень много поэтому изучили кратер вот понимаете метеорит а луна влияет на нас луна влияет ну кроме лунальтика если тут есть а если не лунальтика то мы с вами дважды в день поднимаемся и опускаемся на 37 сантиметров на нашу швейцер почему прилигивает в твердой земле а в океане в это время идет волна а волна прилип 17 метров у нас пеншинская губа я не знаю как вам географию в школе преподавали но пеншина вот между Камчаткой и полуостров Тайганос на север Кокосского моря там тоже 15 с лишним метров прилип идет 2-3 сутки по реке вот вверх волна потом уходит а у нас твердое вещество поэтому только поднимаемся и опускаемся но это важно потому что точное измерение НЧПС данные надо вводить поправки на это потому что мы меряем с точностью на миллиметр доли а тут 37 сантиметров но мы все поднимаемся и все поднимается а вот это луна влияет но луна от нас отдаляется каждый год на 1-2 сантиметра а раньше она была ближе значит приливы были больше и вот считают что на залив образование луны по земле ходит приливы в твердом теле полтора километра представляете вот три ассанатинские башни прилив на земле вот пошла волна ну ничего не было земля была безлипна и пустая а волна ходила вот это пример взаимодействия всего по солнцу оно дальше луна но масса больше и есть лунно-солнечные предливы и только лунные так называемые в связи и квадратуры ну вот видите вот я вам очертил круг вопросов которые показывают что вот просто жить вот сейчас например при Волге тоже не просто изучают поверхность земли а изучают взаимодействие как внутреннее действие так внешне так и то что находится за нашими пределами вот мы с вами рассмотрим значит вот вопрос я люблю задавать тоже на экзамен а вот когда свет оказалось а что такое свет а? ну что такое свет ну физика то есть тут фотон правильно фотон это что такое если по-русски перевести электромагнитная волна а вот когда возникли фотоны они вот не сразу возникли против большого взрыва надо еще много сотен тысяч лет пройти чтобы плазма осцилована такой степени чтобы фотоны могли принять а время когда возникло и пространство пространство время вот это все вопросы которые мы рассмотрим значит я хочу вам сказать так вот следующую лекцию у меня не будет я к сожалению то есть не к сожалению уезжаю в Сарух вы знаете такой на Харитоновские чтения а Харитон это отец возоруженной ядерной бомбы ну надо их поправить так что бомба получит вот и следующую лекцию прочет профессор Гончаров с моей же как мой однокрашный мы тут недавно у меня два профессора и я мы недавно отметили 240 на троих вот недавно отмечали в деле разделе хорошую он вам просчет его взаимодействие внутри земли ну техронных физик а вот через лекцию мы вернемся и там будет образование вселенное другое спасибо спасибо Великобритания.